Что такое верность? Верность это сила, которая аккумулирует энергию. Когда женщина ведет себя верно, то она что делает? Она скапливает энергию в семье и не расходует силы любви, которые живут в отношении. Верность, она держит мужчину прикованной к жене. Мужчина не может отвлечься от нее и не может гулять, когда жена себя ведет таким образом. Она держит ситуацию в своих руках. Психика мужчины, она очень зависима от поведения женщины. Потому что женщина управляет всей энергетикой в доме. Вот какая энергия в доме, так ведет себя мужчина. Если, допустим, в доме вот эта энергия верности царит, то мужчина привыкает к той мысли, что ему никто не нужен. У него четко в голове такая система работает. Он много может красивых девушек видеть, но он не поддается. Почему? Потому что психика жены его держит. Были такие исследования, которые показали, что женщина, когда она плохо думает о своем муже, если он, допустим, руководитель какого-то предприятия, то его подчиненные тоже плохо думают о нем. Это происходит подсознательно. С другой стороны, если жена уважает человека, то в этом случае автоматически его подчиненные тоже уважают. Допустим, мужчина, все выдающиеся мужчины имели за собой всегда выдающихся женщин. Представьте себе выдающийся мужчина. Взял, бросил жену. Что происходит? К нему теряется уважение сразу. Понятная система? А? Знаете, я вам одну вещь скажу. Вы не осуждаете никого. Потому что не суди, судим не будешь. Нужно любить тех, кто управляет страной. Потому что представитель власти – представитель Бога. Если человек ругает того, кто у власти, он ругает самого Бога. Потому что Бог кого нам дал? Того, кого мы заслужили. И надо уважать. Надо ценить человека, который управляет нашим государством. Это признак разумного подхода к своей собственной судебе. Не грязи суд, на котором сидишь. Называется система. Падает, придется больно. Видите, то есть точно так же работает вот эта система, что если женщина верна мужу, то это значит, что он устойчив в своем поведении. Он легко достигает успеха в обществе, потому что у него такие отношения в коллективе. И его подчиненные все будут его уважать, быть верны, они будут надежно себя вести. Женщина в сердце не верна. Допустим, она делает верный вид, но в сердце не верна. Это значит, что все подчиненные тоже будут делать верный вид, но предавать в какой-то момент. То есть женщина обладает вот этой силой, благословляющей или подклинающей свою собственную мужик. Причина, почему она делает действие неправильно, не знание, отсутствие знаний. Она не понимает, зачем нужна такая... Потому что для женщины это очень большая эскеза. Считать, что с этим человеком я должна жить всю жизнь. Это же очень большая эскеза. Некоторые женщины, как бы, поживем-убидим. Это уже означает неверность все. Поживем-убидим неверность все. Это значит, что он будет точно так же поживем-убидим. Эта сила верности рождается в женском сердце. Теперь мужчина спрашивает, что значит, что я могу, что хочу делать. Сейчас объясню. Мужчина должен учиться ответственности. Он должен вести себя с женой ответственно. Должен принимать решения в жизни серьезные, которые защищают семью. Он должен заботиться о жене. Должен позволять ей эмоции. Давать ей возможность быть эмоциональной, не сдержанной в поведении. Давать ей возможность. Не обращайте на это внимания. Это и есть верность мужчины. Когда мужчина себя ведет таким образом, женщина рядом хочет быть с ним. Ей естественным образом хочется быть верной в этой ситуации. Она хочет быть с ним. Понимаете, да? А если мужчина ведет себя вот так, как ватрушка, то туда-то сюда, такой, знаете, аптекальный, устойчивости нет в жизни, то женщине тяжело быть верной. Очень тяжело, но все равно надо. Потому что когда она ведет себя верно, то он становится устойчивее в это время. Женщина может поменять темперамент своего мужа с помощью своей внутренней силы. Потому что женщина создает атмосферу в семье. Мужчина может помочь женщине быть верным, если он ведет себя правильно. Понятно, да, система? К чему это приводит? К чему это приводит к тому, что люди открывают чистоту друг в друге. Как я ехал в машине, и один композитор в возрасте уже, он рассказывал по радио, как он относится к своей жене. Он говорит, мне трудно вам это объяснить сейчас, другое поколение, другие люди, как бы я уже не молодой человек. Я вам просто скажу такую вещь, что я чувствую, что вот для меня жить с этим человеком, это такая награда, это такое чудо, что вот Бог мне подарил вот этого человека. Я не могу вам это объяснить, просто я вот это то, что я чувствую в отношении к своей жене. Я так ей благодарен за то, что она рядом со мной, что Бог мне дал ее. Я так благодарен судьбе. Вот это называется верность, то, что мы услышали, которая уже является наградой, это уже результат труда над отношением. Но раньше люди трудились над отношением, они хотели быть вместе. Многие люди сильно внутренне хотели быть вместе, оставаться любой ценой, потому что давалось людям так же образование, что вместе, вместе быть очень трудно, что будут раздоры. Понимаете? Сейчас у нас это образование мы получаем, как вот жить вместе, как сохранять семью. Вы в фильмах смотрите это все, нет? Чего вы в фильмах смотрите? Женой поругался, пошел, нашел себе другую. Вот мы чего в фильмах смотрим сейчас. Почему так? Сейчас объясню. Потому что фильмы делаются так, чтобы вы их покупали. А люди их чего покупают? То, что им выгодно, понимаете? То, что оправдывает их поведение. Поэтому весь кинематограф практически сейчас пошел в сторону деградации. Вот если, допустим, какое-то семейное шоу, чаще всего это означает, что там ругаются друг с другом. Люди слушают, смотрят, как все оруют друг на друга. Думают, что у нас получше. И становятся счастливыми. Чем больше там скандалов, тем людям легче становится. Они думают, о, классно, у нас теща получше, нормально, у нас хорошая теща. Посмотрите, что это вытворяет. Вот это такой кинематограф, он развращает. Нужен хороший пример. Понимаете, как строилась древняя культура. Вся негативная информация, она не сильно раскрывалась. Не нужно было все знать, что в Никарагуа там изнасиловали девочку, что там в Мазамбике взорвали самолет. Зачем нам это знать? Человек должен знать то, что помогает ему жить, подвиг. Что там в США усыновили 50 детей, там счастливая семья, все дети стали бундеркиндами. Вот такие новости надо нам знать, понимаете? Такие новости нам надо знать. Нам не надо знать другие новости. Сейчас таких новостей нам не говорят. Это смешно об этих новостях. Писать в газетах, рассказывать. Понимаете? Чаще всего какие новости мы получаем? Негативные, неблагоприятные. Поэтому человек должен копить вот эту благоприятную, позитивную силу в своей жизни. Надо оградить семью от всех этих новостей. У меня дома вообще телевизора нет. Я считаю, что его незачем смотреть. Сейчас нечего там, ничего хорошего нет. Незачем смотреть телевизор. Я, если нужно, у меня есть какие-то возвышенные фильмы, какие-то нравственные фильмы. Если не хочется развлечься, я могу посмотреть какое-то нравственное кино или так далее. Есть, если поизучать это все, можно много такого найти. Это создает чистую, светлую атмосферу в семье, дома. Духовная музыка. Включайте в свои традиции духовно, тихонько духовную музыку дома. Пускай даже она играет так, что только рядом с проигрывающим устройством это слышно, а больше нигде не слышно. Все равно будет идти воздействие на всю квартиру. Все равно через вашу... То, что вы знаете, что это играет, это будет отражать везде. Если, допустим, родственники не любят такую музыку, естественно, что они ее будут любить, потому что она же что делает? Сердце напрягает. Духовная музыка сначала горький вкус дает, потом сладкий. поэтому и люди не любят, что это горький вкус. Им же надо другое что-то, понимать, чтобы энергия шла. Духовная музыка поднимает энергию вверх. Ну, там вверх. Там такие эмоции, возвышенные чувства. Это сердце немножко напрягает. Людям что надо. Понимаете? Вот это вот надо. Бонни-эм, там, звуки-у. Понятная система? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что людям нужно просто балдеть. Им не нужна вот эта вот работа над сердцем. Поэтому, когда вы в доме молитву включаете, возмущаются они с ними. Поднимите руки. Кого возмущают? Это обычно. Обычное дело. Ничего нет. Поэтому включайте тихонько. Да? Через наушники включала и... И помогала. Включали, ругались соседки. Включали, и все, сейчас ругаются? Нет. Понимаете, духовная музыка, она расслабляет. Можно даже в наушниках ходить, просто слушать. И все-таки раз, расслабляем, совсем хорошо вокруг становится. Она снимает напряжение. Я в Тольяте, когда жил, начинал изучать духовную практику. Я включал молитвы. Сейчас я расскажу историю. Включал молитвы. У меня соседи постоянно орали. Там в Тольяте очень тонкие стены, панельные дома. Там застраивали автоваз. И просто там очень слышимость высокая. И я включал просто молитвы тихо, чтобы они не слышали. Они переставали ругаться. Три дня прошло, вот непрерывного духовной музыки. И все, тишина в студии. Потом мы уехали отдыхать, приезжаем, опять ругаются. Опять включили, три дня прошло, все, тишина. Ну там ряхнует один раз, тишина в отдыхании. Такого, что постоянно такого ругания не было. Длияет даже. Мы же как инкубаторы живем, понимаете? В этих леточках. Поэтому надо включать обязательно дома духовную музыку. Духовная музыка – это музыка, когда православляется Бог. Это церковные всякие, ну, разные вверх, традиции духовных. Это духовная музыка, где есть молитвы, направленные на Бога. Это духовная музыка. Есть нравственная музыка. Это классическая музыка, там всякая. То есть есть нравственные песни, патриотические песни тоже нравственные. Патриотические песни я к подвигу человека призываю. «Маки, маки, красные маки, добрая память земли, неужели вам снятся таки?» Понимаете, у человека сердце оно встраивается на подвиг. Когда такие тоже можно включать «хорошо, это хорошо». «Хорошо». «А?» «Мантры». «Мантры направлены на Бога». Есть разные мантры. «Некоторые на успех направлены, лучше направлены на Бога». То есть, да? «Да». «А вот, когда, кроме того, что ты у меня там где-то концентрировал?» «Да-да-да». «Ис, вот, когда на каком-то деле концентрировал, ты слушаешь эту музыку или сам напеваешь этим «андр» — это не является ассорбитским для…» «Нет, не является. Можно к духовным молитвам относиться трёх видов отношений. Первый вид отношений — это отношения очень сосредоточенные, надо выделять время в течение дня для этого. Второй вид — это отношения, в котором фоном, ты как бы в настроении его определенный. Допустим, что значит работать для Бога? Человек должен работать для Бога. Хотя бы включать духовную музыку и работать под неё, в её ритме — это уже будет для Бога. Вы будете чувствовать, что вы не зря потрудились, что вы послушали в это время и работаете одновременно. Понимаете? То есть это настроение, оно очень сильно меняет сознание в лучшую сторону, даёт настрой правильный. И третий вид — это когда человек просто может наслаждаться даже духовной музыкой. Просто пропустим праздник, и мы включили её и балдеем там, танцуем под неё даже. Это нормально тоже. Ничего такого нет, страшно. Какие? 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 Песни в Малитре Индии тоже, как считаете? Да, есть много веры. Допустим, я был на фестивале таком в Индии, называется «Кунхамела». В этом фестивале присутствовало десятки тысяч разных направлений веры, которые основаны на Ведах. Их очень много. На Библии очень много направлений основаны веры. На Талмуде, на Торе. Вместе с Священописанием вокруг него создаются разные направления, которые дают возможность это всё продвигать в жизни, изучать, развивать. То есть определённый тип духовного знания. Это называется вера. Что такое вера? Это то, как обучают тебя, как правильно жить в соответствии с каким-то Священным Писанием. Понятно? Есть Коран, и много веры есть в мусульманских вокруг Корана. Также в Ведическом Писании имеют много веры. Человек должен какую-то веру себе выбрать. Тогда для него будет его молитва. Понимаете? А так можно слушать всё, что угодно. Вера еще меньше. А на Талмуде? Вера и религия. Вера может находиться внутри религии или вне религии, в зависимости от того, как она развита. Развитая вера всегда находится внутри какой-то серьёзной духовной традиции. Человек не может сам практиковать духовную жизнь без наставничества. Поэтому развитая вера находится всегда внутри древней какой-то серьёзной духовной традиции, которая имеет большой опыт. Бывают какие-то новые религии, которые ещё не проработали методологию приведения людей к Богу. Это может быть не развитую веру давать. Вера передаётся от одного наставника к ученику, то есть от одного человека к другому. Понимаете? А имя Бога обязательно слово «Рождение на Бога»? Имя Бога бывает двух типов. Бывает имя Бога направленное на его могущество или на его рождение. Вот допустим Иисус, это имя Бога более могущественное. Потому что оно направлено на рождение. А есть допустим Господь, это менее могущественное имя Бога. Потому что оно указывает на то, что Бог — это Господин. Есть Всевышний, тот, кто всем управляет. Здесь тоже менее могущественное имя Бога. Имя Бога, связанное с рождением Бога, является более сильным, чем имя Бога, которое указывает на Его власть. Не надо об этом говорить. Не надо об этом говорить. Вы сейчас уводите беседу из нравственного русла в религиозное. Когда беседа переходит в религиозное русло, то это смотрите, как получается. Вам это интересно, а многим людям нет. Потому что многие люди здесь вообще никак не связаны с индуизмом. Зачем вы это знаете? Это ваша тема уже. Вы изучаете там, где есть ваша культура, традиция. Вы там изучаете. Моя цель — давать людям нравственное воспитание. Пожалуйста, вопросы по семейной жизни. Хорошо? Сейчас по семейной жизни вопрос. Потом, по тому, как победить плохую семейную карму. У нас сейчас такая... Да. Эгья, бочка, да Наталья, бочки. Надо делать мне жена, пойду, гепочки. Что делать? Давайте двигаться в этом направлении. Хорошо. Смотрите, два человека, они соединяются сердцами. Что такое любовь? Это связь между сердцами. Обручальное кольцо, непростое украшение, двухсердец оно решение, обручальное кольцо. Что на тонком плане происходит? На тонком плане происходит следующее. Когда люди позанимали сексом, почувствовали близость, родственность друг к другу, у них произошло очень сильное соединение. То есть их канат связал друг с другом. Канат, понимаете? Канат психической энергии, который очень с большую силой имеет. И когда человек один уходит, что он делает? Он рубит канат. Молча рубили канаты. Вот, рубанул канат. И что получается? Он вырвал кусок мяса из сердца любого человека. Ну, я говорю это образно. То есть он... Ну, то есть... И что при этом происходит? Когда человек ушел, у него в сердце холод образовался. Холод образовался в сердце. А тот, у кого вырван кусок мяса, у него в сердце боль образовалась. Боль. И такой человек начинает страдать очень сильно. Он, так как еще остался Дух, который связывает их вместе, он тоже начинает мучить того человека, которого бросили. Он нападает на него, и у него в психике всплывают такие образы, что он тоже меня любит, просто он временно вот так устал от отношений. То есть какое-то оправдание, что скоро он позвонит, что скоро вернется. И постепенно из-за боли и того, что нападает вот этот Дух этих отношений на человека, человек входит в такое полупредовое состояние психическое, в котором он мало чего соображает, что происходит. Он живет как в тумане. Поднимите руку, у кого сейчас такая ситуация. Человек живет как в тумане, ему очень плохо. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Помните, как Цой? То есть вот это состояние, когда человек чувствует, ему очень тяжело. Понимаете, ему очень тяжело. Он испытывает жуткие страдания. Это состояние может длиться где-то до двух лет. Это тяжелый, тяжелейший период в жизни человека. И зачем это нужно вообще? Вот сколько раз человек может пережить это состояние в жизни? Кто вот два раза уже в жизни перенес это состояние такое? Вообще, как бы, вообще должно быть только один. Почему два? Потому что вы и уроков из жизни не извлекаете. Понимаете, люди часто влюбленно считают главной целью жизни. Поймите, что главная цель жизни формируется в нашей психике, независимо от того, хотим мы этого или нет. Вот ребенок родился, мать посмотрела на своего ребеночка, увидела там душу. Все, поверила в ребенка. И начинает жить для своего ребенка. Для чего человек должен быть? Жить. Для кого? Для Бога. Потому что только он никогда не подводит. Он дает все виды счастья человеку. Понимаете, когда мать живет для ребенка, она только для того же, для Бога живет. Просто она перепутала Бога с ребенком. Какой будет результат? Ребенок вырастет эгоистом. И по шее потом она получит от этих своих чувств. Она получит полное разочарование в этом во всем. Потому что он ей скажет, что мамочка, разведай мне, денежку девайс, она пошла в город. Вот, понимаете? То есть человек не может нашу веру, человек никогда не может веру реально оправдать. Это невозможно. И обычно, кого бросают. Поверено. Поверено. И больше ничего. Один раз ждут. Сады цветут. Весна любви. Один раз ждут. Всего один лишь только раз. Цветут сады в душе нас. Один лишь раз. Один лишь раз. Опас два раза. Почему один лишь раз? Потому что человек после такого облома должен себе сказать, кроме Бога больше никого не верит. Вот полтора-два года промучился. И почему не мучился так долго? А потому что мучение снимает истинная вера. Когда человек начинает по святости думать, у него здесь сердце сразу наполняется чистотой. Депрессия, страдания проходят тут же. Вот сейчас проведем опыт. Так как я постоянно настроен на чистоту, думаю о своем наставнике, девушка, которая подняла руку. Можно ли у вас в этот вопрос? Нет, нельзя. Вы же страдаете от того, что бросили. Нет, нет. Тогда все. Микрофончик передавай. Кто руку у нас поднимал? Кому, кто чувствует разлуку, кому тяжело? Вот девушка вот молодая, девушка, да, платьишко, да. Давайте с вами поднимать. Да. Давайте сейчас я вам задам один вопрос. Давайте. Вот вы на лекции проходили, вам легче стало? Да. Но сегодня я не уже заваливала, сердце такая, я уже слышала после раздавания. А зачем вы с ним? Это очень тяжело. А зачем вы с ним разговариваете? Поддержаться, спросить, как надо. Нет, не за этим вы хотели разговаривать для того, чтобы подтвердить себе свое чувство, свой объект вены, узнать. Может, он возвращаться собирается уже? Да, я спросила, как он устроил. Он сказал, дай мне в рене, я еще ничего не знаю. Он не знает, не знаю, если я один. И вам легче на лекции встал? На лекции, да. Все, давайте микрофончик. Послушайте меня, мои хорошие. Не надо разговаривать. Пока сердце не восстановилось, не надо разговаривать. Вы же что делаете? Вы разрушаете себя вновь и вновь. У вас хранка заросла, ее опять расковыряли. Если чешется, да, зуб идет где-то, что надо делать? Отвлечься, отвлечься. Чем-то заняться другим не надо, чесать. А то просто раздерете так, что там вообще ничего не останется. Понимаете, у вас сердце сейчас болит. Оно хочет нектара, хочет любви. Человек не может жить без вот этого чувства любви. Понимаете? И это для чего сделана ваша жизнь? Попытайтесь понять. Это сделано для того, чтобы вы поняли, кто является источником водоема в этом сердце. Вот представьте, если вас бросили, а у вас водоем был сильный, наполненный. Вы бы как отнеслись к этому? Вы бы сказали, хорошо, я все равно тебя люблю, я к тебе хорошо отношусь, но у вас не было бы раны в этом сердце, потому что раны возникают от нехватки любви. Понимаете? Вы ждали любовь, а она ушла. Человек не может быть источником любви. Он для нас является тем, кому мы служим своей любовью. Понимаете? Ну так, как вы ждали любовь, поэтому вы сейчас изранены, в сердце изранено. Если бы вы служили любовью, вы бы не чувствовали рану, потому что, когда мы служим любовью кому-то, он оставляет нас, и мы не чувствуем рану, мы просто желаем ему добра, желаем ему счастья. В этом случае человек, который оставляет нас, что чувствует? Сожаление. Потому что он лишился этой энергии постоянно, которая текла в него. Поэтому люди, которые молятся Богу, их никто не бросает никогда. Даже если хочется бросить, все равно потом приходит отрезвение. Потому что если вы все время служили, ничего не хотели взамен, и чувствовали радость от этого служения, а не от потребности быть человеком, то тогда вам не стресс невозможно сделать, не бросить вас невозможно. Потому что человек только сам себя может бросить, если он уйдет, это его же проблемы будут, а не ваши. Потому что вы-то наполнены изнутри, а он наполнялся все это время снаружи. Так для чего же вас бросили тогда? Скажите мне. Попытайтесь понять одну вещь, что в этом мире мы строим отношения только с одной Личностью, это с Богом. И так как вы применяли его на мужика, вы подумали, что мужик вам может дать эту веру, это счастье. Поэтому вы сейчас и учитесь. Настройтесь на того, на кого надо настроиться. Как только вы это сделаете, ваше сердце наполнится радостью и победой. Как только ваше сердце наполнится на победы, тот, кто вам бросил, сразу же начнет грустить с этого момента. Мы тему раскрыли, тему раскрыли, кто бросил. Я еще сейчас кое-что хочу по этому тему вам рассказать, интересного, важного. Смотрите, когда человек брошенный, он сдаёт экзамен. Экзамен веры. Это экзамен веры. Это не экзамен вернется, не вернется назад. Это экзамен веры. Сначала начните, поверьте Бога, ручеек наполнить должен вас изнутри. Наполнитесь изнутри, почувствуйте спокойствие в сердце, что вы победили свою судьбу. А дальше уже всё решится так, как надо. Если человек недостоин глазу, он к вам не вернется. Бог уже сам будет решать, с кем вам жить. Но сначала наполните себя, сдайте экзамен. Вы сейчас отношения с Богом строите, а не с этим человеком. Это вопрос вашей веры, а не вопрос, с кем вы будете жить. Если вера придёт в сердце, это быстро, тысячу раз он лучше вашу ситуацию судьбы. Если вам суждено хоть немножко с этим человеком жить, вы немедленно, он вернётся к вам. Немедленно. Потому что к нуждающимся они не возвращаются. Вот смотрите, допустим, вас человек бросает, вы ему говорите, ну и уходи. Он говорит, ну и уйду. И уходит. Он вас бросает, вы говорите, останься за мной, я не могу без тебя. Он говорит, пошла, и уходит. Видите, любое действие, когда человека направлено, который бросает, приводит к тому и тому же результату. Он всегда чувствует, что он делает правильно, если ты хоть что-то делаешь по отношению к нему. Вот сейчас ему позвонили, он победит у свой проигрантус. Понимаете, вы такая, как размазня, а он такой классный. Он думает, ну и хорошо, что я её тоже размазню-то бросил. Почему же вы размазня? А потому что вы верите в человека, а не Бога. Поверьте в Бога. Наполнитесь этой лишимостью, силой. Думать о нём, жить для него. Ваше сердце немедленно успокоится. Вот я сейчас, есть такой метод, если ты хочешь что-то сказать человеку, объяснить, сделай это за него. Вот я сейчас за вас это делаю. Видите, у вас в сердце появляется могущество, силы внутри. Чувствуете? Легче стало? Дайте, не профит. Пускай она потеряется своим чувством. Снимает, что я не стал. Пусть сила. Ты поняли? Теперь, кому надо отдавать свою жизнь? Спасибо вам. Итак, идея в чём заключается? День заключается в том, что если нас кто-то бросает, значит, мы приложили не ту силу к человеку. Понимаете? Вместо того, чтобы Бога верить, мы в человека поверим. Это означает, что будет разлом подальше в жизни. Один раз в год сады цветут. Понимаете? То есть, один всего лишь, один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Потому что человек один раз поверил в человека, и за это один раз должен ответить. А если он на второй раз, на одни же те же грабли наступают? Это значит, что надо серьёзно задуматься, в кого же мы всё-таки верим. Потому что, когда человек в Бога поверил дальше, он уже не впадёт в стресс, что бы в его жизни не произошло. И по факту, таких людей уже и не бросают. Зачем его бросать, если он экзаменский сдал? Теперь смотрите, когда человека бросили, он сдаёт экзамен. Что же происходит с человеком, который бросил? Мои наблюдения показали, что у мужчин и женщин бывают по-разному. Когда мужчина бросает, то чаще всего у него сердце разжигается сильным огнём вожделения. В результате он начинает судорожно искать себе наслаждение в отношениях женщин. Чаще всего Бог сразу же даёт ему какую-то женщину, с которой он испытывает очень много счастья. И брошенная женщина, тем более страдает от этого. Она думает, вот Олег Геннадьевич говорил, что когда человек бросил, он за это ответит, а ему ещё лучше стало. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Не беспокойтесь об этом. Не думайте, что Бог такой глупый. Он что делает? Он сначала привязывает человека, очень сильно, страстно привязывает к чему-то человеку кому-то. И этот человек сам становится нуждающимся. Человек, когда бросает, он впадает в эти отношения вожделения сильного. Ему Бог даёт сильную любовь такую. Он впадает в эти отношения вожделения, нужды. А когда человек поклоняется объекту любви, что с объектом любви становится? Начинает становиться гордым собой постепенным, надменным, сильным, жестоким, холодным. Потому что человек не может переварить поклонение. Он обязательно портится от этого. Как ребёнок портится от служения матери, так и поклонение матери, так и мужчина портится или женщина портится от поклонения, когда и мужчина поклоняется. Мужчина бросил, у него жал в сердце появился. Жал привлёк, привлёк вот такую мстителя, мстительницу, женщину-мстительницу. Она в страстную любовь с ним пошла, в такую, он сильно влюбился в неё, они прожили несколько лет вместе, обычно 5-6-7 лет. И потом она креа и рубит отношения. Страшно. Так всегда.